Уже заканчивается первый этап конкурса идей на проектную работу. Кроме того, уже выделены деньги с немецкой стороны на реализацию этого проекта. И есть полная поддержка и понимание как со стороны города, так и со стороны Киева. Потому что, в общем-то, этот проект важен для украинской государственности. Есть полная поддержка и понимание как со стороны областного совета, губернатора и его заместителя, так и со стороны городского совета и мэра Труханова. И, в общем-то, мы надеемся, что уже к концу месяца, 5 июля, будут первые проекты предоставлены на рассмотрение и дискуссию членам наблюдательного совета нашего мемориала будущего. В том, каким образом он помогает и поддерживает этот проект и также хочет его реализации. И я очень надеюсь, что 22 октября мы уже начнем практическую реализацию проекта на площади, на которой ровно 80 лет назад случилась трагедия. Сегодня мы уже встречались ранее с жителями района, на котором будут проекты реконструкционные работы, и сегодня мы будем их видеть тоже. И мы очень рады и очень надеемся на то, что с их стороны будут полные взаимопонимания, и что этот проект дальше будет развиваться в запланированных рамках и формах. И для меня важно также отметить, что, в общем-то, важно помнить о том, что жертвами были не только евреи, украинские евреи, но и жертвами вермахта, нацистов и румынских оккупационных войск были также люди других национальностей. Жертвы славяне были среди цивильного населения, которые были отправлены в Германию, и другие страны на принудительные работы. И, конечно же, их память нужно тоже почитать, помнить, и важно об этом знать и увлековечивать.